Купить полис ОСАГО, не выходя из дома, не мечта, а реальность. Но если раньше такую услугу предоставляли только некоторые страховые компании, то с 1 января 2017 года все страховщики, которые имеют лицензию, обязаны оформлять договор страхования онлайн. Это как альтернатива привычному для страхователей порядку. Инициатор нововведения – Банк России. Это позволит существенно повысить уровень доступности услуги ОСАГО. Во-вторых, позволит поднять сервис страховщиков на качественно новый уровень, соответствующий требованиям современного финансового рынка. Возможность получить электронную страховку особенно порадовала автовладельцев, которые проживают в отдаленных населенных пунктах. Так как раньше за полюсом ОСАГО им приходилось ехать в ближайший город, где есть офис страховой компании. Сейчас на оформление договора уйдет гораздо меньше времени, так как Центробанк предъявляет жесткие требования к обеспечению бесперебойной работы сайтов страховщиков. Каждая компания понимать должна, что ее возможности проводить технологические изменения и ремонты ограничены указаниями Банка России. 30 минут в день – это может быть перерыв технический. И кроме того, какие-то тяжелые по времени работы только раз в месяц – это, соответственно, с 22 до 8 часов утра московского времени. Об этом компании знают, об этом извещается на сайте ИРСА. И мы надеемся, что по этому поводу спекуляции не будет. Кроме того, важно, что по заполнению всех данных человеком, через 20 минут он должен получить стоимость полюса, компания продать, человек купить. Кроме того, приобрести электронный полюс могут водители-новички, сведения которых нет в единой информационной базе, и те, кто купил новый автомобиль. Сама процедура оформления состоит из пяти простых шагов. Первый – собрать стандартный пакет документов – паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическую карту. Затем выбрать страховую компанию, при этом проверив лицензию данной организации. Сделать это можно на сайте Банка России или на сайте Российского союза автостраховщиков. После этого необходимо зайти на официальный сайт страховой компании, пройти простую процедуру регистрации и получить идентификаторы для входа в личный кабинет. Логин и пароль для входа в личный кабинет будут направлены автовладельцу по электронной почте, также, возможно, направление по СМС-сообщению или при личном обращении автовладельца в офис страховой компании. После этих процедур будет рассчитана стоимость страховки. Оплатить договор страхователь сможет с помощью банковской карты. Полис ОСАГО будет отправлен на электронную почту, указанную при регистрации на сайте компании. Бланк следует распечатать и возить с собой. Если страхователь консервативных убеждений, этот же полис можно получить на привычном бланке строгой отчетности. Компании готовы такой полис, так сказать, соответственно, выдавать. В этой части эта некая информация запрашивается от потребителя компании страховой, и компания перешет такой полис по почте. Струдники полиции, которые смотрят, так сказать, за бесплатное дорожное движение, они, безусловно, могут проверить по электронной базе данных о наличии полиса. Сейчас Центробанк ждет обратной связи от потребителей, чтобы понять, что следует доработать. Допустим, если страховщик не выполняет требования по обеспечению бесперебойной работы сайта, владелец транспортного средства может написать жалобу в интернет-приемную Банка России или в Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг. К жалобе необходимо приложить скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени в обращение к сайту страховой компании. Алина Черненко, Андрей Макаров, Новости на Восьмом.